Сегодня мы гуляем с моей подругой Женей и Челсиком, выпускаем без поводка в лесопарк. Сегодня 9 мая, с Днём Победы! Ура! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня расскажу вам о том, как мы с моей подругой Женей и её сыном Никитой провели 9 мая. Уж не знаю, кто разогнал нам тучи, 9 мая у нас была солнечная погода и ясное небо. До 9 мая всю неделю улыли сплошные дожди, и сегодня, 10 мая, также небо заложено и иногда моросит дожди. В этот раз я решила не ездить в центр, чтобы снимать парад и все праздничные мероприятия, которые там проходили. Во-первых, народу было очень много, а во-вторых, все мероприятия я могла, в принципе, посмотреть с моего балкона. Но о том, что мне удалось снять с моего балкона, я буду рассказывать в следующем ролике. А сегодня я расскажу, как мы с моей собачкой Челси, которую мы взяли из приюта и которой сегодня как раз исполняется 7 месяцев, с того момента, как мы приютили её в нашем доме, ходили гулять вместе с моей подругой и её сыном. В лесопарк, который находится недалеко от Ледового дворца в Петербурге. И так как она у нас очень активная девочка, любит гоняться за всякой дичью, мы боимся в городе отпускать её с поводка, потому что она может попасть под машину. А тут мы пошли в лесопарк, и в принципе там машина не ходит, и она уже более-менее меня слушается, знает, кто её хозяин. Поэтому я решила вот именно там попробовать дать ей волю побегать, потому что бегать она любит, и познакомиться, и поиграть с другими собачками. Челсик одна гуляет с Никитой. Челси! Челси! Ты сама без поводка гуляешь? Молодец, молодец. Пошли. Топ-топ-топ. Пошли. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Ой, какое солнышко. И вот мы ходили, гуляли по лесопарку. Очень много вылезло людей на шашлыки. Шашлыки, правда, запрещены у нас в городе, вообще во всех парках, но людям закон не писан, поэтому только солнышко вышло, праздник на горизонте замаячил, всё, все идут на шашлыки в ближайший парк. Вот, и Челсик, я боялась, что она будет бегать к людям и выпрашивать шашлыки, и, не дай бог, ещё в огонь сунет свой нос. Но нет, послушная девочка приучается быть послушной и ходить без поводка. Пошли, пошли, топ-топ-топ-топ-топ. Вот умничка моя. Вот молодец. Это потушкин мой. Кстати, недавно гугл помог мне в определении её породы. Оказалось, она не совсем дворняга. На фотографии, где была изображена Челси, гугл обнаружил её породу и сказал, что это паденго португиз, то есть португальская паденго. Не знаю. Но будем считать, что она у нас будет этой породы. Хотя, в принципе, дворняжка взята из приюта, привезена из Абхазии. Если кто не знает, я уже об этом рассказывала. Ролик подкреплю вверху. В принципе, она не такая уж красивая, но она очень обаятельная девочка. Всех людей очень любит, лезет ко всем ласкаться, а с собаками не очень хорошо общается. Ну, видимо, потому что на поводке мы её придерживаем. А тут вот в лесопарке она хорошо так попрыгала, побегала с разными собачками. Сын подруги очень любит с ней играть. И даже вчера я им оставляла челсика на три часа, потому что если мы когда-нибудь будем уезжать куда-то, то надо искать передержку. Поэтому подруга, в принципе, не против, но свою собаку заводить не хочет. Так что вот так, может быть, какое-нибудь путешествие мы и запланируем в ближайшее время. Вообще мы её очень любим и считаем нашим домовёночком. Она у нас такая отдушина, и если у нас какое-то плохое настроение или что-то такое, ну, нервозная ситуация происходит в жизни, она прямо такой комочек-клубочек счастья, просто обнимешь и сразу становится легче. Вот такой вот у нас челсом, потесом. Я её так зову иногда, иногда принцесса Динь-динь. В общем, у неё появляются новые имена, новые повадки. Кстати, она у нас по вечерам, когда потягивается после своего сна, перед прогулкой, исполняет балет. Я, наверное, когда-нибудь сделаю ролик. Ещё пока не так много кадров наснимала, и вам покажу. Это просто шик. Так вот, вроде она бегает за людьми, бегает, но меня в зоне своей видимости держит, и если я куда-нибудь сверну, она сразу же возвращается. В общем, вот такой вот у нас челсик. Сегодня 10 мая, ей исполнилось 7 месяцев, как она живёт у нас. А вообще ей уже где-то 2,5 года. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok